На национальном телевидении Чувашии подвели итоги большого проекта 550 кадров, посвященного юбилею Чебоксар. Уникальные фотографии на фоне любимой столицы и письма с удивительными историями людей приходили из разных уголков республики и страны. Из 50 историй финал прошли 13 участников. Подробности у Ольги Алексеевой. Удивительные судьбы, незабываемые истории людей из самого города Чебоксары. Проект 550 вернул нас в прошлое и позволил сравнить, каким был и каким стал город. Вот это у меня рабочая лошадка была. Зенит, есть зенит. Удобно, классно, красиво снимает. Звук вообще классный, мне нравится. Вот слушаем. История семьи Никифоровых стала первой в проекте 550 кадров и многим запомнилась благодаря большому количеству уникальных снимков старых Чебоксар. Виталий Никифоров первым получил и почетную грамоту финалиста. Регина Антонова в проект попала благодаря трудам своей мамы, Алевтиной Егоровой, которая всю свою жизнь посвятила изучению столицы, его улиц, зданий, памятников. Многие узнали мамин фотографии, увидели, посмотрели. Значит, ее труд был не напрасен. Такой интерес к ретрофоту сподвигнул меня купить пленочный сканер. Пленок еще у меня много. Кроме этого, пару человек позвонила и попросила сканировать их личные фотографии из архивов. Ну, те, которые дорогие им. Может быть, это мое новое дело будет. Поэтому увидите, какой резонанс ваша передача вызвала. Спасибо вам большое. Инна Лялина художница. В ее альбоме оказалась уникальная фотография пустыря, на месте которого сейчас расположена церковь Святой Татьяны. Вот это вот впервые, как можно сказать, в жизни я столкнулась с работой нашего телевидения, которая задумала и осуществила очень интересный проект про наш город Чебоксары. 550 кадров. И действительно заинтересовал этот проект очень многих людей. Понравилась передача тоже многим. И я думаю, она, в общем-то, и будет всегда напоминать нам об этом проекте. Клара Единична-Груздева в советские годы работала с Андрианом Николаевым. В ее архиве сохранилась фотография встречи космонавта номер 3 на вокзале столицы. Таким образом, жители Чувашии узнали, каким были железнодорожные ворота Чебоксар в 60-е годы. Показали людей вы, не столько руководящих, но и показали среднее звено, ветеранов, рядовых людей показали. А вы показали человека в этом году изнутри, вот мне показалось, изнутри. С его рассуждениями, сомнениями. И мне кажется, что вот это очень-очень здорово. Очень здорово. Спасибо большое. Я вашему составу желаю всего самого доброго, чтобы дальше работали на республику, людей показывали, и через людей вы прославляли республику. Каждая из историй участников проекта «550 кадров» уникальна и удивительна. Каждая фотография подтверждает неразрывную связь города и его жителей. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика.